блогер это что ну конечно это не профессия я бы сказала что наверное это призвание каждый ли может быть стриптизер как избавиться от паразита с помощью чеснока за 7 дней полторы тысячи рублей извините разные есть вариант монетизации 80 процентов россиян хотят быть блогерами да конечно мне нужно что в меня любили чтобы со мной соглашались я хочу чтобы не были подписчики в инстаграм где стал популярным не может быть каждый человек блогером мы ждем когда рынок устаканится если эксперт ведет блог это не блогер у меня купили все было прекрасно мы все были прекрасны и давайте мы снова запускаемся постепаться на всегда очень хорошо когда запуск пол ерда почему а уж какая я там в жизни знаем ты да я да мы с тобой сегодня я вас познакомлю со злой мачехой и мамой боссом всех блогеров президент национальной ассоциации блогеров и моя подруга расскажет вам об очень интересных моментах мы будем говорить о том сколько денег надо реально на блог как и зачем люди вообще выходят тик-ток и в принципе поговорим о том что это за профессия такая блогер и является ли она вообще профессией поехали ольга мария отлично мы начинаем у нас серия выпусков от фантастической женщиной президент ассоциации национальную национальной ассоциации блогеров мама босс блогеров здравствуйте коллеги меня зовут только берег я бизнес-блогер с полутора миллионной аудитории в инстаграм основатель бережок бот и президент национальной ассоциации блогеров а теперь вопрос блогер это что это статус профессия признание призвание ну смотри маш официально блогеров не существует официально де юра это не профессия поэтому если мы сейчас говорим вот таким сухим языком но мы скоро прекратим это дело конечно будем говорить более открыто да официально конечно это не профессия я бы сказала что наверное это призвание это некая психологическая травма блогер правда блогер психологическая драма да вот смотри каждый может стать блогером это примерно так же как и спросить каждый ли может быть стриптизером но как бы в теории да но в практике не интересную профессию выбрала для сравнения это максимально честно понимаешь да потому что стриптизер показывает свое тело облом а блогер показывает свои души это эмоциональный стриптиз и если человек внутри себя так не устроен если он не болен желанием социальной похвалы понимаешь он никогда этого не сможет сделать это да на грани травмы и призвание я бы так сказала подожди а у тебя полтора миллиона подписчиков да где твоя кнопка что тебе нужно социальное признание тебя конечно да конечно да да конечно меня любили чтобы со мной соглашались чтобы мои мысли были мудры а сама я была хороша и мне об этом говорят и я очень очень радуюсь и я думаю что большинство блогеров когда горюют они хотят разделить свои эмоции с людьми да ты знаешь о том что вообще большинство блогеров оказывается интроверты да это люди которые вот во внешней среде сложно открываются а здесь вроде ты и с людьми а вроде есть какой-то барьер они вроде рядом и вроде бы нет ну вот как то как то так хорошо что нам делать с цифрой что 80 процентов россиян хотят быть блогерами то есть люди реально мечтают о блогерской жизни всех этих вау возможностях влияниях и вообще вот эта история в наших часто клиенты приходят к теме личного бренда в бессознательном состоянии то есть приходит из серии я хочу чтобы меня были подписчики в инстаграм чтобы я стал популярным вот эта вся история лайки вся и когда мы смотрим суть в глубину вопроса а если человеку что развернуть в пространстве чтобы у него это было как следствие часто оказывается что нет и поэтому все смотрят на эту историю блогерка какая-то знаешь такая профессия мечты а ты еще говоришь что это еще не профессия ты понимаешь что два надо аспекта рассмотреть для одних людей блогерство это деньги и вот когда ты сказала о том что 80 процентов россиян хотят быть блогерами речь шла о деньгах для деньгах не знаю как сейчас правильно честно говоря сейчас стало очень много слов которые надо модно правильно говорить хотя всю жизнь в комментариях поправит да я убеждена пишите в комментариях ну так вот на самом деле 80 процентов россиян готовы бросить работу ради блогерство но 10 процентов из них готовы бросить если они будут получать 50 тысяч рублей там порядка там 30 я смогу немножко наврать цифрах но смысл понятен там 35 процентов готовы бросить работу и увлечься блогерство если будет получать там свыше 150 тысяч рублей что по факту получается 70 процентов людей которые ведут свои блоги ни разу свою работу не бросили это когда вопрос касается денег но есть еще и вторая сторона и в блогинге она основная это твоя миссия и желание делиться с людьми тем что у тебя есть твои ценности твои взгляды польза которые у тебя есть твое эмоциональное состояние те ситуации которые происходят твоей жизни они в помощь людям которые проходят похожие ситуации в помощь тебе как поддержка поэтому рассматривать блогерство с точки зрения денег деньги далеко не сразу деньги очень далеко не сразу появляются сейчас наверное чуть побыстрее потому что сейчас все кругом запустились сами не знают на что есть прекрасные курсы не хочу никого обидеть как избавиться от паразита с помощью чеснока за 7 дней полторы тысяч рублей извините разные есть вариант монетизации про монетизации у нас будет следующий выпуск много резидом сколько вкладывать блока сколько можно доставать безусловно вот поэтому монетизации сейчас может быть чуть быстрее чем раньше но ее качество и количество вообще с тем что происходит на рынке а ну как на любом рынке то есть сначала появляется вот этот хаос оттуда появляются серьезные игроки и мошенники еще кто-то еще кто-то все друг другу вообще как сайты помнишь когда вот я помню когда-то появились сайты и все их делали за дикие деньги что сейчас от этого осталось тоже большой вопрос мы ждем когда рынок устаканится и не может быть каждый человек блогером да они это 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 очень большая работа очень тяжелая в чем суть вот этой организации национальная старта блогеров что она делает она аранжирует блогеров по теме честно и нечестно или она обеспечивает как профсоюз какую-то им поддержку знаешь да наверное ближайшая история это профсоюз потому что в логосфере есть очень много проблем и с воровством и с мошенничеством из всевозможными этическими моральными нормами и так далее между блогерами да и всеми участниками рынка которые вот у нас еще раз напомню до юра их никого не существует меня нету блогеров нету stories мейкеров нету таргетологов нет вообще никого нету соответственно но существуют разные конфликтные ситуации их много и вот мы разрешаем да это как как профсоюз как помощь вспоминая кемерово это было одно из самых позорнейших одна из самых позорнейших страниц инстаграма в общественной точки зрения в том смысле что все кинулись писать об этом не зная они до дезинформация фотографии погибших детей подписи под фотографии мамочка мне больно это это толпы людей рванули туда зачем что вы делаете как вы смеете брать чужие фотографии вообще зачем это делать вы хотите высказать соболезнования наверное не фотографии ребенка умершего чего-то ребенка прости господи и по и подпись мамочка мне больно только что делаешь вообще вот это вот это вот конечно такая история набирающая набирающие охваты и в некоторых странах например запрещено снимать германии с не ошибаюсь запрещено снимать катастрофы выкладывать я надеюсь что мы тоже до этого дойдем и продолжая работа национальной ассоциации блогеров безусловно вот эту вот этическую часть я бы обязательно затронула потому что ты знаешь мы погрязли в этих душераздирающих подробностях я недавно писала пост и ехал очень поздно я коротко скажу это важно просто ехала по дороге поздно ночью темно вижу скорая полиция тра тата человека сбили на машине моя машина сбила человека и вот лежит мертвый человек задранный кофты молодой мужчина умер все я проезжаю маш а я очень эмоциональный человек я проезжай и понимаю что я не чувствую ничего обычно это очень забивает не искали и там или я много думаю но то есть это 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 беспокоит меня да это горе большое кто-то потерял сына отца ну такое да это нормально наверно дали с моей точки зрения я приезжаю понимаю что я не испытываю ничего я ужаснулась этому а потом поняла когда ты открываешь телеграм когда ты открываешь инстаграм когда ты открываешь tick tock ты видишь душераздирающий кровавые подробности как девочка сбила кого-то на машине разлетающиеся коляски рыдающие бабушки умирающие дети кровь кровь горе 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 и ты я не могу больше я не могу больше это видеть и у нас наступает а не менее ты ничего не чувствуешь потому что ты просто больше не можешь это видеть и все новости у нас есть портал хороших новостей знаешь какие там новости а я тебе скажу из такой-то трагедии спасли такое-то количество людей это хорошие новости у нас все новости связаны вот с как самый главный пассажир помнишь было вот этот вот страшнейшая трагедия с погибшими людьми в самолете в египте что было флагом маленький ребенок стоящий на на фоне окна до невозможности больно и мы больше не можем чувствовать это и так не можно так не можно жить мы его что в животных превратился или как как мы будем люди должны уметь любить дружить сопереживать быть милосердными великодушными нас это отличает от животных для чего я создавала в том числе национальную ассоциацию блогер чтобы вот это вот вот это вот разрыв души чтобы этот фейк news чтобы снизить градус этого всего неважно блогер профессии это признанное не признаны надо думать о том что ты разговариваешь с людьми ты на них влияешь и моральные этические нормы их никто не отменял понятно что границы подстираются с бесконечным хайпом оскорбления на лошадь и так далее но мы должны оставаться людьми и не превращаться в злобных клоунов которые несутся только за копейками деньгами или деньгами можно даже менее поправлять в этой ситуации потому что человек не становится богаче когда него 50 тысяч пор туфель или восемь квартир не зажить в 8 квартирах а богаче с это с возрастом знаешь становится понятно когда ты здесь не пустышка и блогер априори не может быть пустышкой он ведет за собой людей он транслирует до и должен транслировать нормальные человеческие правильные вещи семейные ценности человеческие ценности и так далее там я не говорю о том что должен быть елейные какой-то такой бесконечный контент но давайте щадить друг друга и уважать друг друга и не рвать только хайпом внимание потому что даже дуров недавно дописал ну что невозможно просто у нас рвут на части не дают возможности не услышать себя не услышать другого это одна из целей национальной ассоциации блогер и моих моей личной понимаешь этот прекрасный мир который я убеждена я успею в этой жизни построить убеждена в этом государство она все больше и больше интересуется блогерами и очень часто я присутствую на разных круглых столах и на разных конференциях когда пытаются дать определение кто такой блогер мы дадим определение кто такой блогер мы тогда можем из этого вычленить какую-то профессию наложить определенные обязательства выдать какие-то права ну что может быть и но обязательства совершенно точно да и вот тут возникает вопрос кто такой блогер это часть большим количеством подписчиков не факт с большими охватами ну тоже не обязательно какой-то определенной тематики не тоже не обязательно да на какой-то площадке то есть нигде не ухватить вы чтобы мы транслируем свое личное мнение понимаешь согласно подожди на человеку которая аудитория который его читает этой аудитории из какой-то контекст да то есть почему есть блогеры которые просто вот я ем яблоко вот я иду вот я живу и тоже имеют вместо быть у меня нет никакой тематики блогер это или или просто он живет на просто так образ аудитории на самом деле на западе есть практика так как только блогеры должны сами признаться что они блогеры понимаешь что такая история что ребят я встал на путь монетизации я являюсь блогером подпадая под такие законы и собственно им следую и так далее и тому подобное согласно контентной политики согласно налоговой политики прочее 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 может быть это вариант может быть это вариант самосознания но сейчас мы обе с трудом сдержали улыбки когда все люди которые считают что они имеют отношение к благосфере не являются блогерами агентами влияния до придут и скажут туда я блогер вот собственно да я блогер национальной ассоциации блогеров это не госструктура понимаешь это не коммерческая организация которая занимается регулировкой вопросов тут не страшно прийти и сказать да я блогер у меня есть проблемы смотри а давай посмотрим с практической стороны сейчас для аудитории которые будут смотреть вот если какие-то вот возьмем предпринимателя который развивает свой бизнес в первую очередь моя аудитория это предприниматели которые смотрят на бог как на инструмент для себя и у многих есть возражение что я не смогу делать там много сто раз день я не знаю о чем писать я вот какие такие вещи можно ли по каким-то вот из твоего опыта ты знаешь очень многих блогеров абсолютно разные тематики и у тебя дни рождения вот куда куда не куда не покажи пальцем и окажется что это какой-то блогер супер миллионник а я даже не всегда так интересно день рождения никого не знаю имеется ввиду из людей с которыми я не знакома а потом смотрим с таком ну да ладно это же целый огромный мир по вот такой-то тематике есть эксперты есть блогеры понимаешь немножечко разная и контентная политика лася эксперт ведет блог это не блоге не факт для меня нет для меня блогер это человек который говорит о своей жизни в первую очередь а эксперты это те которые несут полезный контент если посмотреть на странице на аккаунты экспертов и блогеров ты увидишь колоссальную совершенно разницу у экспертов что такой-то продукт такие-то инструменты такой-то то и дальше купи-продай или или что-то в этом духе и в stories ровно то же самое у меня купили все было прекрасно и мы все были прекрасные давайте мы снова запускаемся блогеры ведут несколько иную политику они говорят о себе и о своей жизни и люди снимают кальку почему блогеров такие огромные запуски эти будем честными да там эксперты запускаются там на одни суммы крупные лайфстайл блогеры запускаются на огромные цифры да что такое когда ты продаешь свой курс не будем говорить даже название этих курсов и и тематика не потому что для меня очень пространные как для человека с высшим высшим экономическим образованием но когда запуска полярда почему потому что лояльность аудитории очень высокая рассматривают как друга как подругу как человека чья жизнь и чьи взгляды чьи ценности чья семья чей внешний вид тебе очень импонирует почему блогеры когда размещать хорошие блогеры размещают рекламу почему скупают потому что например там мои туфли или там не знаю там мое платье это такой же атрибут счастливый позитивный веселый и и и там умный какой-то такой-то барж а уж какая я там в жизни знаем ты да я да мы с тобой а много этого искажения в моем случае знаешь я начал ларился тик токи снимать чтобы не было этого искажения потому что когда со мной встречать люди как ой вы такая маленькая и веселая а в инстаграме кажетесь очень большой и серьезный а я вот ни разу небольшая не серьезный я да я умная высококвалифицированный специалист высшим экономическим образованием с большим опытом бла-бла-бла могу подсветить инсайты кому надо обращайтесь я что не посвечу вам и так далее вот но очень трудно выходить вот за за рамки инста образа серьезно серьезности да и хочется показать что я люблю постебаться ты знаешь да поржает люблю хочу чтобы это тоже люди люди видели потому что это спасает от выгорания это спасает юмор вообще он очень сильно помогает в жизни еще постепаться но всегда очень хорошо и я над собой легко стебусь ты сама придумываешь себе весь этот контекст смешливый а я у меня очень высокий высокий уровень насмотренности я провожу некоторое время обычно ночью есть кто-то хочет со мной поговорить то можно написать не в директ ночи обязательно отвечу насмотренность в тик токи в рилсе и во всех социальных сетях в телеграме и так далее и какие-то есть просто жизненные ситуации которые можно переложить и они ржачные я их туда перекладываю что-то заходит что-то не заходит у меня последний ролик врился вдруг на 1 и 6 миллиона стрелял знаешь было на чем вообще элементарная штука да о том что все знают что я хочу похудеть у нас же все женщины ну кто-то хочет похудеть кто-то поправится таких как я конечно больше потому что вот это на изгиб меня 60 на из нет я посмотрела похоже на похоже на звуки похожие да всякие штуки есть и я взяла подумал что у меня это зайдет потому что еще кстати возвращаясь к разнице блогеров и блогеров и экспертов там очка история эксперты они до про пользу и и и так далее блогеры много очень про себя очень много личного эксперты редкость и могут это позволить вы сколько разговаривали с экспертами которые говорят что вот хочется выйти за рамки ну так ты просто расскажи просто просто будь да недавно разговаривала с экспертом ну вот что ну вот можно гринус марина 1 сентября вдохните 1 сентября что-то испытала я когда пришла первый раз первый класс маш я почувствовал себя девочка с этими странными бантами перепуганной с этот запах школы топот-топот каблуки учительницы мне снова стало страшно что что сейчас что-то я не то отвечу мне флажок не поставит я срела на своего ребенка и думала мама поможет сейчас чем может мама поможет да то есть такие вот флешбеки и они же их же все испытывают да вот это вот те подсвеченные типа инсайты да почему у нас тоже моргенштерн почему ласковый май почему ленинград почему они были и стали очень популярны да это как раз речь о том что коллективное бессознательное испытывает плюс-минус одни и те же эмоции но мы о них не говорим эксперты о них нет блогерс говорят потому что ну как бы больше и сказать нечего да да если это человек который пишет о финансах это одна история но каждый человек у нас ходит на двух ножках ты понимаешь да это одна нога это его карьера до его компетенции вторая нога это его жизнь его личность и так далее и в блоге в том числе в успешном если хоть и на одну ногу там совсем сильно хрома и что как-то будет странного ли это это выглядит то есть получается это как раз объясняет этот тренд что блогеры многие стараются найти какую более такую профессиональную тему в которой как раз не делают запуски да там окей я буду про осознанность я буду про отношения я буду про как прокачивать инстаграм у меня же есть блог в инстаграме буду правда и начинает разворачивать потихонечку контент но получается что эксперты все идут от экспертности в лайф потому что вы не хватает что люди покупают у людей то что если ты мне не симпатично то как бы ты и все да я не куплю и не посмотрю и не интересно да если я вижу себя в тебе в каких-то ситуациях я еще присмотрюсь к тебе до эксперты пошли в лайф контент безусловно это очень правильное решение а блогеры и они сейчас реклама это сложная работа делать рекламу в блоге это сложно это это трудно это очень энергозатратно очень очень нервно запускать свой продукт если в рамках хоть какой-то твоей компетенции то это гораздо проще и лояльность выше то что знаешь знает что я за человек и знаешь что я говно сейчас не буду впыживать это не всегда так работает хорошо давай тогда как резюме вот этого нашего выпуска когда мы рассматриваем феномен что такое блогеры можешь ли от несколько рекомендаций предпринимателям которые заходят в инстаграм вот они зашли такие контент вот у них контент и они такие ну надо стать блогером чтобы вот находить свою аудиторию формировать не отношения несколько рекомендаций которые ты видишь которые могли бы сработать для более легкого я бы я понимаю да твой вопрос я думаю как на него ответить но во первых надо четко осознавать что далеко не каждому человеку в принципе нужен блог теперь открыла ворота подожди ты сейчас открыла такое пространство для того чтобы люди которых синдром самозванца как раз таки они такие о точно у меня не получилось первого захода это не для меня не 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 я же говорил об этом самом начале если тебе нечего сказать нечего дать если у тебя внутри нет этой потребности но не надо потому что это не полетит потому что приходит очень многие люди говорят так значит у меня начаться есть деньги заводы пароходы начали нужно stories мейкер таргетолог фигатолог еще какой там еще какой-то пускай эти 58 человек за меня ведут блог а я сейчас стану великим нет нет человека нету блога блог это личность гениально другого невозможно человека нет у тебя ты ты продающая страничка в инстаграм своих каких-нибудь курсиков там наставничество не знаю чего вот этих вот от этих от паразитов за полторашку да там как у неважно да вообще это тоже продаст блогерство в правильном исполнении это маркетинг влияние эта история о твоей открытости и о том что ты хочешь сказать людям знаешь как я стала блогером это это было я никому не желаю такого однозначно совершенно было очень через большую тяжелую боль у меня была бы серьезная травма позвоночника где не могла ходить а до этого была очень серьезный предприниматель значит деньги мешками прекрасное время все вот это вот вот я лежала в больнице я не могла ходить и не могла сидеть ничего не могла я лежала ночью думала о том что ну надо же я была такая занятая очень просто было знаешь незаменимая везде а вот полтора месяца я лежу и все в мире происходит ровно так же ничего не изменилось а если бумажья умерла бы то тоже бы ничего не изменилось горевали бы мои близкие и больше ничего а я ведь столько всего знаю я стойким людям могу помочь сказать подсказать и через ту боль которую я прошла и через те знания которые я получил и через тот рабочий опыт который у меня есть у меня очень большой опыт и с крупными компаниями с малым средним бизнесом это кстати был мой совершенно осознанный выбор уйти из корпоративного бизнеса в малый средний бизнес потому что с ними легко весело на драйве так далее вот в тот момент я подумала что я уйду и ничего не останется и мой ребенок даже не будет знать какая я была понимаешь а я между между жизнью и смертью нахожусь и вот это было решение о том чтобы ввести блок это как блок наставника чтобы раздавая до чтобы передать свои знания и свой опыт людям которым он нужен и вот это бывает таких печальных ситуациях бывает в каких-то других ситуациях но должно быть понимание зачем ты это делаешь и для кого ты это делаешь мы можем оперировать серьезными словами о целевой аудитории и и сегментации нишевании инсайтах болях и так далее на самом деле у хорошего специалиста и у человека которому есть что сказать у которого здесь и болит и не пусто это произойдет само собой значит ты же знаешь что есть некоторые страницы которые открывают человек начинает разговаривать люди к нему идут и идут потому что он честен он такой какой он есть как только ты начинаешь изображать из себя то чего нету коллективные бессознательные удивительным образом чует это а потом спрашивает а почему такие охваты а ты скажи как есть зачем зачем ты улыбаешься когда тебе сейчас горько вот и все потому что людям тоже бывает горько тебе нормально и успешный успех это хорошо но за за каждым успешным успехом стоит очень разная история будь честным поэтому это следующий совет будьте честными не надо этого бояться а очень многие люди боятся быть собой от этого придется избавляться в блогинге если ты хочешь быть действительно агентом влияния влиять на людей тогда и вот именно на этой ноте я хочу поблагодарить вас за то что вы с нами поставьте лайк подпишитесь на канал и в следующем выпуске с ольгой берег мы перейдем к обсуждению финансовых вопросов блога потому что по моему субъективному ощущению вот этих правил которые ты сейчас сказала это уже база некая для того чтобы приходить в блогинг для в том числе для своих рабочих инструментов от монетизации следующий шаг конечно так что встретимся в следующем выпуске для следующего шага